Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. И начнем наш обзор, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар вчера мы видели обновление локальных максимумов, поэтому на текущий момент тенденция в среднесрочной перспективе и в краткосрочной остается на укрепление. Ближайшая цель по движению по паре евро-доллар находится в области 1.13. Отмена данного сценария произойдет в том случае, если пара уйдет ниже минимумов, которые были зафиксированы вчера, значение 1.11.71. Пара британский фунт, американский доллар, вернулась в диапазон, который мы ранее обозначили границами. Верхняя это 1.28.14, нижняя граница это 1.26.37. На текущий момент тенденция движения на укрепление британского фунта сохраняется в краткосрочной перспективе. Ближайшая цель для обновления по данной паре находится в области максимальных значений, которые были вчера, это значение 1.27.58, ну и ближайшая цель движения в области 1.28.18. Отмена данного сценария произойдет в том случае, если пара закрепится ниже минимумов вчерашней торговой сессии, которая была в понедельник, значение 1.27.05. Пара австралийский доллар, американский доллар продолжает свое восходящее движение, которое началось на прошлой неделе. Среднесрочно тенденция сохраняется на укрепление. Ближайшая цель по краткосрочному движению находится в области 0.76.29. Это максимумы, которые были зафиксированы 16 и 19 июня. И уже цели среднесрочные находятся в области максимальных значений, отметка 77.12. Пара американский доллар, японская иена продолжает на текущий момент свое коррекционное восходящее движение. Вчера обновили локальный максимум, ушли выше максимумов 20 июня и на текущий момент тенденция сохраняется на укрепление. Отмена данного сценария и возврат уже к продажам по данной паре произойдет в том случае, если мы увидим уход и закрепление ниже отметки 111.14 минимум, который был зафиксирован вчера и в пятницу. Пара американский доллар, канадский доллар на текущий момент торгуется в диапазоне. Его мы можем обозначить границами. Верхняя это 1.30.09, нижняя граница 1.32. На текущий момент тенденция на движение в область 1.33 будет в приоритете. Уход ниже минимальных значений в области 1.32, открою дорогу на дальнейшее снижение по паре американский доллар, канадский доллар. На текущий момент коррекционное движение сохраняется. Пара еврофунт также торгуется в диапазоне. Для того, чтобы говорить о уже продолжении нисходящего движения по данной паре, необходимо увидеть закрепление как минимум ниже отметки 87.69. Минимум, который был зафиксирован вчера и те минимумы, которые мы видели на прошлой неделе. В свою очередь среднесрочный уровень для продолжения покупок в рамках текущего долгосрочного тренда по данной паре находится в области 88.35. Если пара уходит выше максимальных значений, которые были вчера, это 88.06, и закрепляется далее выше отметки 88.36, мы получаем подтверждение на дальнейший восходящий сценарий по данной паре. Золото вчера попыталось уйти ниже минимальных значений прошлой недели. Это отметка в области 1.241 доллара за тройскую унцию, но пока попытки не увенчались успехом. На текущий момент уже сегодня с открытием мы видим рост до максимальных значений в области 1.251 доллара за тройскую унцию. Если говорить о покупках, то здесь необходимо дождаться ухода выше максимальных значений прошлой недели, отметка 1.257 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent продолжает свое коррекционное восходящее движение. Вчера обновили локальные максимумы. Напомню, данное движение мы стали отслеживать уже начиная со вчерашнего дня. Вчера мы видели уход выше максимума в пятницу. На текущий момент ближайшая цель по восходящему движению находится в области 46.48 доллара за нефть марки Brent. Если нефть закрепляется выше данной отметки, то в свою очередь восходящее движение уже по данному инструменту будет в приоритете. На текущий момент тенденция, пока мы находимся ниже 46.48 центов за баррель нефти марки Brent, тенденция остается на снижение. Ближайшая цель по нисходящему движению находится в области 44.24. Индекс DAX вчера обновил локальный максимум прошлой торговой недели, который находится в области 12.796, подтвердив краткосрочное желание двигаться именно на укрепление, вновь к историческим максимумам. И вторую половину торговой сессии мы скорректировались, что, собственно, мы видим и сейчас. На текущий момент разворотный уровень по данному активу находится в области минимальных значений 23 июня, отметка 12674. Если мы увидим уход ниже данных значений, то коррекционное движение, нисходящее по данному активу, будет в приоритете. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Увидимся на следующих обзорах.